Добрый день, дорогие друзья! Все чаще к нам приходят письма, где нам говорят Посмотрите, сделайте, спасите И присылают, например, фото детей, которые нуждаются в лечении какого-то тяжелого недуга Или там фото стариков, которым нужна помощь какая-то и так далее, и так далее И говорят, ну сделайте, спасите, сделайте что-нибудь Давайте мы сегодня поговорим о доброте Кто такие добрые люди, которые пытаются спасти всех и вся? Замечу, чужими руками, да? Но не об этом речь Я сегодня долго наблюдала со стороны, а потом погрузилась в осознавание процессов Да как же все-таки в нашем обществе удивительно проявляется доброта людей, да? То есть то, что мы считаем добрыми людьми Давайте я просто конкретные примеры буду приводить Для того, чтобы вы задумались Один вариант, как видит социум и как видим мы вот эту доброту А другой вариант, как видит эта душа и как видит это подсознание человека Хорошо? И возможно кто-то для себя откроет удивительный мир подсознания И ему он станет интересен Ну начнем с самого распространенного фотографии Лечения ребенка Собираются деньги Какое-то заболевание, ну возьмем пускай генетическое, да? И вот этого ребенка надо оздоравливать, лечить И бедные родители мучаются И фонды разные оказывают им помощь И реально включаешься сердцем Потому что видишь, что ребенку реально нужна помощь Ему надо как-то жить Ему надо как-то адаптироваться в этом окружающем мире А родители это не могут обеспечить Добрые люди помогают Как смотреть на это подсознание? Так случилось, что в прошлой жизни Перед инкарнацией душа сделала выбор сыграть в такую игру И она не считает ее плохой Она не считает это наказанием Это выбор души Сыграть вот такую игру, где ребенок инвалид И проживает вот эти ощущения Вот эту заботу Вот эту помощь всего мира И она не торопится, чтобы ее спасали Более того, у окружающих родителей У этого ребенка есть вторичная выгода И, например, если сразу выходишь На эту душу ребенка с запросом А можно ли тебе помочь? Она сразу кивает на родителей Говорит, сперва с ними разберитесь А можно ли? И знаете, очень часто бывает Что этот ребенок дан родителям Для закрытия неких вторичных выгод Этих родителей И тоже их кармических определенных особенностей И на самом деле в этой игре нет ничего плохого Это просто игра И любое вмешательство в эту игру Подсознание сразу распознает Как нежелательное И таким образом вот эта людская доброта Если она входит в контракты Которые заключены душами Она принимается хорошо А если она идет навязыванием И не входит в контракты То бессознательное может ударить током Достаточно больно Потому что эта игра запрограммирована Например, когда мы работаем Помогаем тем же самым детям Мы всегда спрашиваем у душ А можно ли? И не работаем до тех пор Пока мы не получим согласия Либо просьбы со стороны души О помощи И тогда мы помогаем И тогда в гармонию приходит И подсознательный уровень И сознательный уровень Да, проявленный уровень И тогда мы закрываем И вторичные выгоды И осознание И отмены решений И забираем ресурс И полностью экологично все отрабатываем А если этого не сделать То возникает дисбаланс Между тем, что проявлено В материальном мире И тем, что в подсознании И таким образом Каждый раз Когда помогаешь Вот так ребенку Или взрослому человеку Надо чувствовать внутри себя Не вносишь ли ты деструктив И это по факту так А еще очень интересно Наш социум проявляется Когда, например Человек тяжело болен Или уже лежит у смертного адра И вот добрые люди Родственники Приглашают священника Для того, чтобы человек мог Покаяться Поговорить Рассказать о всех своих Прегрешениях в этой жизни И уйти спокойным И зачастую Вместо того, чтобы реально Помочь этому человеку Помочь выкарабкаться Включить у него Жажду жизни И реально помочь выкарабкаться Выкарабкаться можно Из любого практически состояния Я знаю пример Когда уже невозможно было И все равно стало возможно Да Душа может изменить решение Даже в последний момент И представляете И вот близкие родственники Они ориентируются на социальные нормы По социальным нормам Они должны присутствовать У смертного адра И они уже готовы Проводить в последний путь А этот все уходить не хочет Удивительные вещи То есть Когда Ресурс медицины исчерпан Знаете Следующий ресурс Кладбище И выбора у человека Как бы и нет Душа там может передумать И ресурсы тела У человека Это все восстанавливаемые вещи Если Если хочет душа Но об этом Мало люди думают Мало Сердечно Плачут Умирают Сочувствуют И провожают На кладбище А в подсознании Что при этом происходит В подсознании происходит Душа еще думает Передумать или нет За что зацепиться А вдруг Была бы возможность Остаться У нас был Удивительный случай Когда душа говорила Я останусь Только уберите родственников У смертного адра Но родственники не уходили Потому что это неприлично Удивительно Изнутри Смотрится все иначе Душа не рассматривает Инкарнацию Как нечто Сверхъестественное Для нее это нормально Это Человек Своевременно Не осознал То что он должен был Осознать в жизненных ситуациях Не забрал очки Осознания И тогда инкарнационным циклом Это все Отжимается Душа получает Свои осознания Освобождая тело От избыточных Программ И позволяет Новому телу Быть и играть Дальше И иногда Даже сферу деятельности Не меняет То есть в прошлой жизни Человек был врачом В этой жизни врач И в будущей будет врач Потому что Душа это интересно Она прется И играет Но он ни черта не осознает сам Поэтому она Через инкарнацию Просто отжимает Очки осознания И чем больше опыта Неосознанного В жизни человека Тем больше болеет Его тело И вместо того Чтобы понять Осознать Проговорить И вывести Эти программы Из человека В обществе Принято Его провожать На кладбище Удивительно Добрые люди Да Следующий момент Вот смотрите Жена алкоголика Муж пьет Уже развелись Уже с ним не живу Нафиг он нужен Да Но все равно контролирую А вдруг он помрет Да Действительно Помереть не дает Но в то же самое время И не дает выбрать Ему А нужна ли она Ему в его жизни Нужна ли ее помощь Нет Она будет Долбать И приходить И заботиться Так настойчиво Добровольно Заботиться И страдать При этом Замечу Точно так же Делают многие мамы Которые вмешиваются В жизнь своих детей Причем Вмешиваются Прямо с детского возраста Они привыкают Что они за детей Принимают решение И в дальнейшем Они за них принимают решение И об образовании И о женитьбе И о месте жительства И пошло И поехало И эти дети Бедные Не знают Как избавиться От своих родителей И я знаю Людей Которым уже Под 50 А они все Слушают маму И так и не женились И мама потом говорит Что же это мой сынок Себе девку не нашел А он 50 привел И она их не одобрила Добрые люди А бессознательное При этом подсознание Смотрит на весь этот трэш И думает И когда же ты возьмешь На себя ответственность И проявишь Самостоятельность А ведь это все контракты Контракты На развитие На игру И зачастую Такие игры Проходит не одна жизнь Пока человек Все-таки возьмет Эту ответственность На себя И это играет сам Или не будет вмешиваться И командовать Жизнью другого человека Не будет им Манипулировать Или все-таки Проявит Любовь Да И не будет Отправлять на кладбище А поможет Человеку подняться Представляете И вот здесь возникает Разногласие с тем Что А как же помочь подняться У нас же помочь подняться Это сделать что-то физическое Там Вколоть укол Вызвать врача Сделать физическое упражнение Все А то, что Помочь подняться Человеку Можно через разговор Через выведение Деструктивных убеждений Через поднятие Осознанности Через Внутреннее состояние Приведение человека В любовь В радость В баланс Да Через поддержку В этом плане Даже как-то Психологи Работают Не в таком ключе То есть Вроде бы Внешне Оно Все о том Но как-то Не о том Но если психолог Удачно попадается Замечу Даже онкология Отступает И таких примеров Много Да Можете поговорить С людьми Кто преодолел И вышел Из онкологии Зачастую Им попадались И помогали Именно Очень грамотные Онкопсихологи Удивительно Добрые люди И каждый раз Диву даюсь Ведь получается Доброта В нашем обществе Если посмотреть На проявление человека По сути дела Не сводится К тому Что Человеком Манипулируют За него Принимают Решения А по факту Человек Не нужен Просто задумайтесь Вот представьте Человек приходит В гости К другому человеку И сразу Предполагает Что тот Ему должен Это норма? Норма Человек Приводит домой Познакомить Девушку И уже априори Предполагается Что девушка Это должна Молодые люди Женятся И уже на свадьбе Предполагается Кто кому Чего должен Я могу Продолжать Бесконечно Но в нашем Социуме Прописаны Правила И эти Правила Полностью Не соответствуют Тому Как видит Мир душа Представляете Сверху Одна картина А изнутри Другая И они Не совпадают И как правило Первый момент По которому Они не совпадают Это Моменты Ответственности Моменты Взятия Ответственности На себя И момент Принятия Другого Человека Таким Какой Он есть Мы не видим Друг друга В друг Друге Бога И это Наверное Коренное Заблуждение Потому что Если мы Будем Общаться С позицией Любви Благодарности То этот Мир Изменится Коренным Образом Из него Исчестнется Страдание Просто Помедитируйте На эту Тему Страдание Продолжение следует... Продолжение следует...